Доброе утро! Мы доехали к нашему месту по повождению лестницей. Мы проходим через Хайдо, проходим внутренний двор. Это место, где они кушают, где гуляют, где общаются. И на столе вот эта собака. Вот так вот Африка. Тут же кто-то живет на втором этаже. Похоже, как в Одессе. Все свое ношу с собой, сушу, вожу и так далее. Это вот такой кемпус или же территория Библейского колледжа. Мы зайдем в нашу учительскую комнату, где мы отдыхаем, где мы кушаем. Это обязательно должно быть. Перед едой моются руки, друзья. Раз, помыли руки и потом начинаем кушать. Что мы сегодня поели? Очень просто. Абактериальный рис. Это мейс, то есть наша кукуруза только белая, похоже. Подлива с бобами, фасоль наша и была капуста. Вот такой и обед. Нет ни колбасы, нет ни тортов, ни остальных вещей. Такое у нас разбалованное. Но это учительская, где учителя останавливаются, готовятся и потом преподают. Вы уже видели и другое здание, и наш класс. Это и есть наша школа в Зимбабве. Кадима, вперед, друзья, вперед, вперед. Друзья, мы сейчас находимся возле кухни для студентов здесь в колледже. Это евангельский колледж в Ассамблее Божией здесь в Зимбабве, в Хараре. Хотя и 25 километров от Хараре, но очень интересно. Мы сейчас только покушали, и мы пойдем с Татьяной покажем немножко этот колледж. Это место, где славят Бога, величают Бога. И я хочу показать. Здесь, вот сзади меня, это чапел, это церковь там, и там идет прославление, поклонение. Люди славят Бога. У нас есть свой класс, и класс насчитывается 29 человек, 29 лэмбо, это евреи, которые были изгнаны из Израиля во время на Израиля. Но, знаете, время проходит, и мы сегодня здесь учим наших студентов. У нас есть свой класс. У нас есть свой класс. в том, что все эти, которые начали, что они стали пытаться, чтобы они могли поставить его в течение. Но они не знали. Некоторые из них были на первом классе, когда мы начинали общину далеко, в 80 часов езды от Хараре. Мы начали там общину, и были первые курсы, и это территория Беренгуа, там было 8 человек, и из них некоторые там уже девушки вышли замуж, некоторые переехали в другие места, но у нас есть 4 студента, и один из них вот здесь, Марчанду, он является лидером, да, здесь. И для, лидер для мессианского движения здесь, Зимбабве, он был один из первых учеников, который у нас был 60 лет назад. Это не похоже на наш колледж, это просто такое загорожденное место, где студенты приезжают, и наши студенты приезжают раз в два месяца на две недели для образования, и программа Акадима, это довольно теологическая программа, и 6 часов в день они занимаются, пишут, и говорят так, что это не так-то легко, друзья, для тех, кто даже занимается у нас в мессианском близком институте. Думаю, что наши братья из Зимбабве кидают всем нам такой вызов, такой теологический и образовательный, они довольно серьезно взяли за свое образование, они, вот я сегодня узнал, они до 12 часов вечера изучают еврит, они пытаются говорить, писать, и это все произошло за последние 6 лет. Думаю, это очень и очень интересно. Не, ну они начинают учебу в 8 часов утра, и до 12 учимся, потом час перерыв, вот с часу до 5 потом еще будут учиться, потом мы уезжаем в гостиницу, они остаются и продолжают делать домашнее задание до 12 ночи, вот как нам сказали, и приходят очень уставшие. И так две недели в месяц. Да, сколько красиво, даже интересно посмотреть, например, вот эти цветы, они каждый день распускаются, потом обпадают, и их много-много-много. Мы сейчас развернемся, здесь по утрам здесь холодно, поэтому я в куртке нахожусь сейчас. Все зима. Все зима. А Татьяна хотела показать вот это дерево. Видите, какая красота. Огромнейшее, огромнейшее дерево. На картинке и вот то, что вы видите, может не так сильно огромное смотрится, да, но если так сказать, Татьяна, а ну пойди туда к этому дереву большому, она даже бежит. Вы увидите, что это дерево просто большое, огромнейшее, огромнейшее, огромнейшее дерево. Я даже не знаю, как его называют. Но это территория колледжа. И теперь посмотрите, сравним, где там далеко-далеко Татьяна, видите, где она, и это дерево. Я сейчас пытаюсь взять его всем экраном. Даже ее, наверное, на экране и не видно. Вот такое огромнейшее дерево. Я подойду туда сейчас и хочу сказать, что мы довольно рады, что мы приехали, хотя бы поговорить здесь, пообщаться и увидеть все, что происходит. Сейчас вот подойду ближе. Мы сейчас повернемся и посмотрите, какое дерево огромнейшее. Та-дам! У-ху! Вот так. Мы находимся на этой территории. И хочу сказать спасибо за ваши молитвы, спасибо за ваше благословение. Спасибо, что вы держите нас в курсе, что происходит в Украине. И, скажу так, осталось совсем немного, две недели еще. Пока мы увидимся. Пускай Бог благословит вас. И мы очень и очень рады, что у нас есть, кто за нас молится. Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Зимбабве. Сегодня опять последний вечер. Наше пребывание здесь в Зимбабве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...